Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня мы прославляем Пречистую и Преблагословенную Царицу Небесную, вспоминая о явлении ее покрова, как символа заступления, защиты и материнской любви. Это явление произошло не на территории России, это произошло во Влахернском храме в Константинополе. И тогда жители Константинополя восприняли явление Богородицы, простиравшей над ними свой покров, как пророчество, как свидетельство о том, что Константинополь не будет разрушен, и что превосходящие силы противника не одолеют православной столицы тогдашнего мира. Так оно и произошло. И поэтому вошло в традицию, православную традицию, вспоминать этот день, как явление особой милости Божией, и Царицы Небесной, как свидетельство о том, что предстательство Богоматери перед ее сыном дает ей великую силу быть защитницей рода человеческого. К сожалению, по непонятным для нас причинам вот это чудесное явление Богоматери во Влахернском храме, которое в русской православной традиции получило наименование праздник Покрова Пресвятой Богородицы сегодня в современной Византии и вообще в греческой традиции праздником не считается. Я не могу входить в обсуждение этой темы и не знаю причин, почему случилось именно так, но, наверное, тоже не без промысла Божия. Ведь тогда действительно на Константинополь наступали россы, наши с вами языческие предки. Это они хотели разгромить Константинополь и осквернить святыни. Это для того, чтобы их остановить, молился народ перед Пресвятой Богородицей. И именно силой Царицы Небесной язычники-россы не могли взять Константинополь. А вот теперь поступая, получается так, что только потомки этих язычников-россов, русские православные люди, празднуют события чудесного избавления города Константинополя, которое не имеет никакого отношения к территории Руси и к истории России. Почему же так происходит? Ну, я не берусь объяснять, почему в греческой традиции этот праздник забыт, но я могу точно сказать, почему в России он является таким важным, главным, почти что равным по богослужебному литургическому уставу к двунадесятым праздникам. Потому что русские люди многочастно и от разных врагов подвергались нападениям, от результатов которого зависело само существование нашего народа. Невозможно даже перечислить количество агрессий прямых от зарубежа или косвенных, когда враг разжигал междоусобную брань на территории Руси или России, или даже в 20 веке, когда наша страна уже не называлась Россией. Да знаем, что и сегодня не все так спокойно. И вот мы обращаемся к Царице Небесной с молитвой о том, чтобы она свой покров, то есть свою милость, свою защиту не отнимала от нашей земли, от нашего народа. У нас есть свои грехи, за многие из которых мы пострадали, как бы искупив кровью то страшное богоотступничество, которому подверглась наша православная страна и наш православный народ в веке 20-м. Знаем, как были сурово наказаны Господом. Не потому, что Бог жесток, а потому, что случившиеся преступления, связанные с изменой православию, с изменой веры, с принесением на алтарь этой измены тысячи тысяч человеческих жертв, не могло быть не наказано. И наказания имели место. Если взглянуть на историю 20-го века нашего Отечества, то совершенно очевидно, что мы проходили через тягчайшие испытания, может быть, именно за то, что отступились от Господа. Будучи в каком-то смысле народом, над которым изливалась благодать Божия, и над которым простирался покров предчистой Царицы Небесной. Вот этот исторический опыт учит нас тому, что мы никогда не должны изменять нашей вере. Какие бы искушения, какие бы соблазны, какие бы псевдонаучные доказательства, какие бы заявления известных людей не побуждали нас предать нашу веру или, как теперь говорят, отказаться от этих пережитков прошлого, мы никогда ни на пять не должны отступить. Помня, что в нашей вере через нашу молитву сохраняется покров Пречистой Царицы Небесной над нашей землей. И не только ради самих себя, верующих людей во имя всех, в том числе и людей неверующих и принадлежащих другим национальностям и религиям, мы должны сохранять нашу веру и нашу молитву к Пречистой Царице Небесной, чтобы она держала твердо в своих руках покров, простирающийся над русской землей. Сегодня действительно день, исполненный многими, многими смыслами. И самым, может быть, главным является то, что многими отрицаемое и вызываемое недоумение наша вера в предстательство Царицы Небесной в ее особой миссии по защите русской земли является фактом ни фантазией, ни гипотезой, ни робким предположением, а фактом, который подтверждается историческими событиями, как чудесными событиями, так и просто стечениями обстоятельств, которые люди, не верующие, таковыми называют, но в которых мы видим руку Божию. И самым сильным доказательством является сохранение нашей страны в веке 20-м. По всем законам нас не должно было быть. Вначале мы сами взорвали свою страну революцией, затем добивали страну гражданской войной, потом сопротивлялись нашествиям иноплеменников, да каких тех, которые покорили всю Евразию, можно сказать. А уж Европу точно. А союзники в Азии контролировали очень сильно политическую ситуацию. Другими словами, страшный враг был побежден нами, которые в то время были не знаю, насколько порядков слабее этого врага. Конечно, велика заслуга военных начальников, и все это совершалось великой доблестью самопожертвованием наших воинов и всего народа. Но достаточно ли всего этого, чтобы утверждать, что исключительно собственными силами мы победили все страшные перипетии века XX? Кто-то так скажет, но я свидетельствую. Мы победили все это потому, что Отечество наше под покровом причистой и преблагословенной Царицы Небесной. И в ответ на наши смиренные молитвы она простирает и верим будет простирать свое заступление над нашей землей. А от нас требуется немногое. Хранить веру в сердце. Не поддаваться искушениям. Не в смысле интеллектуального отвлечения от веры, как это иногда тоже, к сожалению, бывает, но самое главное от жизненного, от бытового, я бы сказал, отвлечения от веры. Когда у нас вдруг не хватает времени ходить в храм, когда мы самих себя спрашиваем, стоит ли крестить детей или нет, стоит ли венчаться или нет, вот в этот момент мы должны помнить, кто мы. Мы наследники православной Руси, над которой простирается покров при чистой, при благословенной Царице Небесной. И покуда будет так, будут несокрушимы границы внешние, покуда будет так, будет храниться вера православная, и несмотря на внутренние трудности, которые бывают в истории любого народа, у нас открыта перспектива такого духовного и материального развития, которое бы сопутствовало и порождало не только добрую и благополучную жизнь нашего народа, но и сохранение той самой веры, в ответ на которую Дева Мария во Влахерне простерла свой покров над византийцами и спасла их от внешнего врага. Пусть молитвы при чистой, при благословенной Царице Небесной пребывают с народом нашим, со страной нашей, со всей Русью, со всем миром православным, христианским, дабы войны и разделения и всякие скорби, сокрушающие человеческую личность и жизни человеческих обществ и государств отошли в сторону и дали простор для той жизни, в которой присутствует вера, благочестие и человеческий подвиг. Аминь. С праздником всех вас сердечно приветствую! Прошу вам огласить патриаршие указы. Указом Святейшего Патриарха Московского Ивсеруси Кирилла наград Русской Православной Церкви удостоены. Во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 70-летием со дня рождения Анисимов Василий Васильевич, президент компании Куалка, удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского первой степени. Благодарю вас за ваши труды, Василий Васильевич. Помогаю вам и дальше трудиться на благо Церкви и Отечества. Аксиос Во внимание к помощи Аксиос 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 Цуканов Николай Николаевич, старший вице-президент предприятия Ростелеком по цивилизации промышленности и лесного хозяйства удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского 2-й степени. Во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения Черединцев Алексей Викторович, советник генерального директора предприятия Центр бизнес-авиации Внукова-3, по взаимодействию с государственными органами удостаивается орден Русской Православной Церкви Святаго Благоверного Князя Дмитрия Донского 2-й степени. Аксиос Вот хотел бы сказать несколько слов, касающиеся нашей церковной жизни за последние годы. Мне сегодня дали справочку о том, что сегодня я совершил 200-ю архиерейскую хератонию. Количество наших епархий со со 159 увеличились до 318, ровно на 100% вдвое. А количество епархий в России с 69 до 199. Я говорю об этом не для того, чтобы подчеркнуть какую-то свою роль в этом, а для того, чтобы сказать, если бы не было потребностей нашего народа в развитии церковной жизни, то не было бы ибо и этих епархий и всего того, о чем мы говорим. Поэтому моя благодарность всем вам, мои дорогие, за то, как вы храните веру православную. Я благодарю народ наш православный, который действительно, несмотря на испытания и сложности, сохраняет эти живительные корни, связывающие их с историей, со своими предками, со святыми угодниками и через эту корневую систему питает себя мощной духовной силой. Пусть и дальше будет так. Пусть возрастает от силы к силе русская православная церковь, опирающаяся на веру своего народа. С праздником еще раз поздравляю вас! Спасибо, Господи! Пусть и дальше будет так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok